Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Из Аргентины на Алтай. Барнаульский суд продлил срок задержания под стражей бывшей владелицы агентства «Жилфонд». Не повод отдыхать. Поликлиники, травмпункты и другие медучреждения праздники работают в плановом режиме. Готовятся к Кубку Третьяка, как алтайские скифы московский «Спартак» принимали. В Барнаул доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину. В январе этого года ее задержали сотрудники Интерпола. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, Авдюхина являлась директором «Жилфонда». По версии следствия, у клиентов фирмы, которые намеревались приобрести недвижимость, обвиняемая брала на хранение крупные суммы для дальнейшей их передачи продавцам. Также получала деньги от граждан под предлогом дальнейших выгодных инвестиций. Таким образом, она похитила около 150 миллионов рублей. На сегодняшний день потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 жителей Алтайского края. Обвинение Авдюхиной предъявили заочно, так как в 2022 году она покинула страну и была объявлена в международный розыск. Сегодня в суде Центрального района женщине продлили срок содержания под стражей. В следственном изоляторе Барнаула она будет находиться до 1 июля. Добавим, что следователи края уже направили запрос в Аргентину, чтобы установить наличие у Авдюхиной движимого и недвижимого имущества. Ведь на данный момент неизвестно, куда дама потратила 150 миллионов рублей. Сегодня последний рабочий день шестидневной недели. Впереди четыре выходных. Напомню, что праздничного салюта на этот раз не будет. Об этом стало известно буквально на днях. Отменили его и 9 мая. Меры, связанные с обеспечением безопасности горожан. Такова формулировка властей. Центром притяжения на 1 мая станут парки города. В Центральном программа начнется в 12. Откроют сезоны в Изумрудном. На пруду начнут работать катамараны. В 12 праздничная программа стартует и в парке «Лесная сказка». Большая часть горожан планирует провести выходные на природе, на дачах. Напоминаю, что с сегодняшнего дня в крае введен особый противопожарный режим. Жечь траву и разводить костры в лесах запрещено. Нарушителей ждут штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 800 тысяч. Праздники – не повод отдыхать для медработников. В случае необходимости жители края смогут получить медицинскую помощь. В круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, а также бригады экстренной помощи. Все дни на рабочем месте также дежурные врачи. Будут работать колл-центры и службы неотложной помощи. Об этом журналистам сообщил сегодня министр здравоохранения региона. Подробности у Юлии Щепиной. По традиции в празднике люди активно обращаются за медицинской помощью. Поэтому стационары, травмпункты и бригады экстренной помощи будут работать круглосуточно. На связи также колл-центры, в поликлиниках на приеме дежурные врачи. 30 апреля и 11 мая работают женские консультации в части консультативного приема и патронажа беременных. Здесь важен этот аспект. Все дни работают у нас службы, и это актуально. А вот узкие специалисты и консультативно-диагностические поликлиники при краевых учреждениях, которые оказывают плановый прием, принимать пациентов не будут. Между тем, в крае продолжают разрабатывать проекты по повышению качества оказания медицинской помощи населению. Как сообщил министр, благодаря проекту «Новые подходы в оказании медпомощи» организациями третьего уровня, а это специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь, время ожидания приема для пациентов сокращается в три раза. Сейчас в краевой клинической больнице этот пилот использует два специалиста учреждения. Эти же подходы будут транслированы для всех учреждений третьего уровня. То есть минимизация времени, минимизация объема обследования, которые были бы достаточно для специалиста, это и разломанные сроки приема с заключением, с разными формами, телемедицинская консультация, очный прием, консультация врач-врач, консультация врач-пациент. В течение полугода по такому принципу будут работать все специалисты краевой клинической. Значительный шаг вперед здравоохранения края сделает после внедрения в работу искусственного интеллекта, уверен министр. Пока нововведения начали использовать в диагностическом центре. В прошлом году мы приобрели продукт искусственный интеллект по расшифровке флюорограмм и рентгенограмм. В этом году мы расширяем и в этом году еще три продукта будем приобретать. Это расшифровка компьютерных томограмм, это диагностика злокачественных новообразований кожи, в первую очередь, меланома и это мамограммы. Министр подчеркнул, что реализация всех проектов должна прежде всего способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи жителям Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти 350 жителей края стали жертвами клещей за неделю, а всего за сезон в поликлинике обратилось 525 человек. Если сравнивать тот же период прошлого года, укусов стало больше почти вдвое, сообщают в Роспотребнадзоре. У девяти жителей региона уже выявили сибирский клещевой тиф, у одного пациента подозрение на энцефалит, что еще раз доказывает то, что снимать кровопийцу самостоятельно опасно. Клеща необходимо сдать на анализ. Кстати, именно в Барнауле обнаружены места, которые больше богаты на клещей. Быть бдительными необходимо на аллее на проспекте космонавтов, в районе лесополосы на Солнечной поляне, в Юбилейном, на горной части города. Также стоит остерегаться членистоногих на Южном, во Власихе, Лебяжьем, в Черницком и в Научном городке. Водитель, лишенный прав, насмерть сбил пешехода в районе Зато-Сибирский. Трагедия произошла сегодня рано утром. Мужчина ехал со стороны Бийска. Водитель 63-го года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход-мужчина 2001-го года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибшему парню было 23 года. В полиции уже назначили проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии. На этих выходных в Алтайском крае официально открывается туристический сезон по традиции сцветения моральника. Это значит, что нагрузка на Чуйский тракт возрастет в два раза. Так, за сутки по трассе проезжает 20 тысяч машин. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, дорожники продолжают расширять дорогу и напоминать водителям о правилах дорожной безопасности. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Я юная инспектор дорожного движения. Берегите себя и жизнь других. Это вам. Спасибо огромное. Вся семья пристегнута, ребенок в детском кресле. Но даже таким порядочным водителям будет не лишним напомнить о правилах дорожной безопасности. В подарок светоотражающие жилеты, памятные сувениры и буклеты. Их раздает детский дорожный патруль из Новоалтайска. В подобных акциях, которые организовывают сотрудники УПРДОР, Алтай и госавтоинспекции, юные инспекторы участвуют постоянно. Чтобы соблюдали правила дорожного движения, чтобы они понимали, что мы это не зря все делаем, что мы так заморачиваемся со всеми. Когда смотришь, заходишь утром, ты видишь всегда, то есть, например, я захожу и вижу там, случилось ДТП, случилось ДТП. Это очень страшно. Лихачат взрослые действительно часто. Почти 100% аварий на Чуйском происходит из-за нарушения ПДД. В основном это выезд на встречку, превышение скорости и ДТП на перекрестках. Самое напряженное время и для дорожников, и для сотрудников ГИБДД – туристический сезон, который обычно открывается цветением моральника. В туристический сезон интенсивность составляет более 20 тысяч автомобилей в сутки по Чуйскому тракту, а среднегодовая – порядка 10 тысяч. То есть, в туристический сезон интенсивность увеличивается вдвое, соответственно, и вероятность совершения ДТП увеличивается вдвое. Поэтому летний сезон туристический, как правило, всегда под особым вниманием со стороны как дорожников, так и госавтоинспекции. На дорогах Алтайского края ежесуточно для несения службы обеспечения безопасности дорожного движения заступает в среднем 129 нарядов ДПС. Сегодня дорожники продолжают работать над безопасностью Чуйского тракта. Установка светофорных объектов в линии электроосвещения – одной из наиболее эффективных мер остается расширение трассы до четырех полос. За последние два года в регионе расширили несколько участков протяженностью в 43 километра. На сегодняшний день продолжаются работы на 33 километрах. В текущем году будет введено 17 километров автомобильных дорог. Напомним, протяженность дороги Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае – 304 километра. Из них 123 километра уже разделены на четыре полосы. К 26 году это будет уже 156 километров, то есть 51% от всей трассы. Достигнуть глобальной цели – расширить Чуйский до четырех полос полностью – в Алтайском крае планируют к 2035 году. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Ущерб на полмиллиона рублей нанес лесному хозяйству 58-летний житель села Первомайское Алтайского края. Мужчина спилил 10 сосен в лесном массиве, находящемся в 15 километрах от поселка Восточный. На гражданина завели уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. При том, что житель региона признал вину, сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы. Возвращаясь к предстоящим праздникам, 1 мая в России отмечают праздник Весны Труда. В этом году трудящиеся будут отдыхать целых 4 дня. С 28 апреля по 1 мая. Накануне 1 мая наша съемочная группа решила выяснить, что для бурнаульцев значит этот праздник, название которого менялось в стране несколько раз. И чему посвятят горожане 4 выходных. Что это за праздник? Раньше был солидарности трудящихся, а сейчас не знаю, сейчас не знаю, просто 1 мая. А что вообще значит солидарности трудящимся? Ну все в один были, демонстрации были, митинги. А вы скучаете по тому времени? Иногда да. У меня ассоциация с шашлыками, естественно, с природой. А еще чем? День труда. Это праздник труда, это мы знаем, это праздник, когда люди едут на свои дачи, не знаю, облагораживают свои участки, какую-то территорию вокруг подъездов, там на работе и так далее и тому подобное. Своё рабочее место приводит в порядок. А вы чем будете заниматься? Я буду и отдыхать с друзьями, и буду работать на даче. Мир, труд, май. Что будете делать в эти праздники? Убираться дома. У меня частный дом, поэтому намечается глобальная уборка листвы, всё подряд, подготовка к лесу. А знаете, чем в советское время занимались в этот праздник? Субботниками в основном. А еще? Ну различные же были акции с этими плакатами, всё, как сказать, санкционерные митинги такие хорошие. Для меня праздник 1 мая, это когда я маленьким просыпался и ждал предчувствия, что я пойду по пустому Ленинскому проспекту с шариком, с флажком красным, на котором написано 1 мая. Это было очень здорово, потому что Ленинский всегда забит, а тут можно было с родителями идти по пустому Ленинскому и даже кричать «Ура!» вот тут вот, когда там призывали к единению трудящихся и так далее. Ну вот это вот единение, уважение, любовь, взаимопомощь, когда человек человеку вот готов оказать. Ну и вообще радостно, так как-то празднично становится на душе. Малийские яса и камеруньские пончики с фасолью приготовили иностранные студенты на фестивале национальной кухни. Праздник по традиции прошел в политехническом вузе. Студенты из самых разных уголков мира познакомили гостей с национальными блюдами своей страны. Экзотические яства оценила и наша съемочная группа. Под колоритную музыку национальный обед. Помимо традиционного таджикского плова, гости фестиваля попробовали экзотические кулинарные шедевры. Малийские яса, вуджула, камерунские пончики с фасолью, афганский плов, острые крылышки по-китайски. А иностранные студенты, в свою очередь, оценивали русскую кухню. Пробовали блины и вареный картофель. Во время фестиваля национальных блюд гостей развлекали и творческими номерами. Мы пригласили студентов педагогического университета с тем, чтобы ребята показали свое умение, знание своей национальной кухни. Такие мероприятия очень объединяют ребят, делают их более дружными. И наши ребята, наши студенты с удовольствием на эти мероприятия посещают, потому что тоже есть чем поделиться. Идет такое взаимное обогащение. Фестиваль национальных блюд уже стал фишкой политехнического вуза. Добрую традицию университет сохранит и в дальнейшем. Ведь вуз является многонациональным. Валентина Аскерова, Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты клуба «Скифы» активно готовятся к Кубку Третьяка, на котором встретятся 12 лучших команд России. В эти дни парни из «Новых Зорь» в рамках товарищеских встреч принимают у себя сильнейшую хоккейную школу страны «Спартак Москва». Как складываются игры и почему важно играть с клубами, которые уровнем выше, расскажет Дмитрий Дроздов. Игры товарищеские, но борьба серьезная. В эти дни в поселке «Новый Зорь» гостит одна из лучших хоккейных школ России – московский «Спартак». Ребята приехали к «Скифам», чтобы сыграть три контрольных встречи. Ведь совсем скоро нашей команде предстоит участвовать в турнире на Кубок Третьяка, где соберутся 12 сильнейших команд России. И спарринг с топовым клубом пойдет только на пользу. Это самый главный и важный момент. Если наша команда будет играть все время с топовыми командами, то она и будет подтягиваться очень быстро. В Сибири нам стало уже не с кем играть. Потому что, ну, в Сибири мы играли, там приглашали всяких разных. У нас же не только «Спартак». У нас и «Торпеда», и другие из Казахстана были. И мы к этому так относимся серьезно. Тем самым для «Скифа» в матчах против «Спартака» важно поиграть с тайким грандом. Да, получили семь шайб в свои ворота, но забили две. Горький, но тоже опыт. Мы не просто для того, чтобы в игры «Спартака» играем, а чтобы подготовиться к Кубку Третьяка, чтобы выиграть в Ухте. Во втором матче игра носила уже равный характер. Команды не на шутку зарубились, и на этот раз московским гостям дышать было тяжелее. Уже не так уверенно, но 3-1 вновь выигрывает «Спартак». И хоккеисты, и тренерский штаб москвичей отметили игровой подъем своих соперников. Команда очень впечатлила меня, честно скажу. Ребята молодцы с характером, бьются, сражаются, бросаются под шайбу. Такой должен быть в хоккее. Поединок был хороший, команда сильная, все играть можно. Сегодня еще один матч, что будет там? Там будет точно заруба, и «Скифа» будет бороться до конца. Кстати, матч идет прямо сейчас. О результатах третьего поединка расскажем в следующих выпусках новостей. А я напомню, что для «Скифов» это последняя проверка перед важным турниром Кубка Третьика. Он состоится в Ухте. Туда команда отправится через две недели. Будем ждать с медалями. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните, если у вас есть актуальные и интересные темы. Через несколько секунд о погоде. Мира и добра. Всем завтра в нашем эфире итоговый выпуск новостей. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok